Субтитры создавал DimaTorzok Есть ответы в религии? Это будут слова наставления и напоминания о наказании от Господа. Равнодушие неуместно, когда наш близкий, да и любой другой человек, отступается, и мы становимся свидетелями его ослушания Господа. Наш призыв к благому в этот момент будет как протянутая рука помощи. Ну, если мы говорим про обязательства по отношению к людям, то мы творение социальное. Творение, которое зависит от социума и от того, что в социуме происходит. Это проецируется на нас, на наших детях, и то мы, в принципе, и увидим. Когда мы проходим по улице и видим что-то порицаемое, что может повлиять на в дальнейшем, да, в будущем на наш социум, соответственно, в плохом смысле, соответственно, мы должны сделать все возможное, чтобы искоренить это. Пусть это будет грех, пусть это будет не грех, но непристойное поведение, которое не греховно, но, к примеру, нежелательно по исламу. На это тоже мы должны обращать внимание. Поэтому, когда мы говорим, должны ли мы, да, должны. Пророк Мухаммад, алейхи салату ассалям, является наилучшим из примеров для подражания во всем. В семейной жизни, в поведении на улице, в поведении дома, в поклонении Всевышнему Аллаху. То же самое и Амру Бильма Аруф, ваннахю аниль мункар, то, что является обязанностью каждого мусульманина. В этом тоже посланник Аллаха, алейхи салату ассалям, был лучшим из примеров. Что значит Амру Бильма Аруф? Это повелевать людям, чтобы они совершали благое, ваннахю аниль мункар, и чтобы мы остерегали людей от того, чтобы они совершали плохое. Посланник Аллаха, алейхи салату ассалям, выбирал самые лучшие методы. Какие? Первое, это чтобы каждый человек, когда видит порицаемое, не старался задеть личность человека. То есть мы уже переходим к правилам наставления, правилам замечания. Первое, это не стараться задеть личность, а всегда указывать на сам грех, то есть порицать грех. Если мы будем затягивать личность, соответственно, мы уже делаем из этого человека врага, а не объект наставления. Второе, всегда делать это мягко. Всегда посланник Аллаха, мир и благословения, делал мягкий призыв. Если люди мягко не понимают, если они не понимают твою речь, если они не понимают твой призыв, ты сделал все, что смог на сегодняшний день. Ты смело можешь пойти дальше по своей дороге, не думая о том, что ты проявил халатность по отношению к религии Всевышнего. А если надо реагировать на порицаемые действия, то как правильно это сделать? Ведь скажи кому-нибудь хоть слово, услышишь несколько в ответ. Во-первых, стараться не поддаваться эмоциям и остерегаться того, чтобы задеть за живое. А уже потом человек сам в ответе, примет он наш совет или нет. Указать на ошибки и призвать благому – дело вовсе не простое. Здесь даже мало смелости и решительности. Важен подход, а для этого надо уметь размышлять. Грубой силы только рушат, а для строительства всегда важен расчет и аккуратность. Также в общении, особенно когда мы хотим донести слово истины до людей, нам важно, чтобы человек принял от нас наставление. Поэтому мы должны быть по возможности уважительны, а также иметь искреннее намерение помочь. В противном случае мы можем сами совершить грех, перейдя в крайность и притеснив человека. Вообще каждый мусульманин, живем мы хоть в исламском государстве, должен понимать, что он не является карательным органом. То есть каждый мусульманин должен уже понимать. Шариат, законы Всевышнего Аллаха, халифат в те времена не дозволял никому самосуд. То есть человек не имеет права. Но в то же время, если мы говорим о хадисе пророка Мухаммада Алисуа, где говорится, когда мы видим порицаемое, чтобы мы останавливали это рукой, если не можем рукой, то словом, если не можем, то словом. Словом, то хотя бы порицать это сердцем, где под порицанием сердца подразумевается, что это малая часть из имана, да? Упомянута. Сегодня мы рукой не можем этого делать. Хорошо, рукой не смогли. Давайте использовать слово. Если ты и словом не можешь, но хотя бы, чтобы ты это порицал сердцем. Но есть еще и другой момент. Не всегда мы не то чтобы не можем, а иногда мы можем не видеть смысла. К примеру, ты идешь, проходишь по улице и видишь какое-то порицаемое действие. И ты понимаешь, что обратившись к этому человеку, навлечешь беду. На себя, на него. То есть человек не готов от тебя принимать. К примеру, идет пьяный человек. Он готов от тебя принимать наставление или нет? Нет, конечно. Тогда какой толк от твоего слова в данный момент ему? Другое дело остановить это рукой. Каким образом? Не бить его, не держать его, а вызвать надлежащие органы, которые могут утихомирить. Успокоить человека. И если надо будет, то изолировать его от общества. Важно не только уметь делать замечания, но и правильно на них реагировать. Это, наверное, трудно для каждого, ведь многие в глубине души считают, что они во всем всегда правы. Хотя это та часть нашего эго, которой не стоит прислушиваться. Отношение критики у верующего не должно быть враждебным. Здесь довольно простая формула. Важно правильно все взвесить. Если сказанное в наш адрес приблизит нас к довольству Всевышнего, то стоит принять эти слова, ведь это благо. А если замечание не что иное, как обычный упрек, то просто не принимать близко к сердцу. В любом случае, мы не должны проявлять гордыню. Безупречными во всем были только пророки, а все остальные склонны ошибаться. Если кому-то стало небезразлично, что мы в чем-то ослушиваемся Господа, то должны быть благодарны, что такой человек появился в нашей судьбе. Ведь если он искренен, то он поможет нам спастись от наказания и оставить греховное. Самый легкий способ принять наставление от другого человека, вот я сейчас говорю к тем людям, в том числе и в первую очередь самому себе, во вторую очередь уже людям, которые это услышат, каждый человек, когда ему делают замечание, пусть в первую очередь воспринимает это замечание как совет от Всевышнего Аллаха тебе. Разницы нет, это будет сделать твой отец, сверстник, младше тебя, старше тебя, кто бы это ни был. В данный момент Всевышний останавливает тебя от какого-то плохого действия. Ты сам знаешь, что это плохо, но ты продолжаешь делать. Но если к тебе подошел человек и останавливает тебя, нужно воздать вообще нам, у нас внутри сердце, каждый должен воздать хвалу Всевышнему, что тебя останавливают пока что словом. Если сегодня ты неправильно отреагируешь на словесную остановку порицаемого действия, то завтра к тебе Всевышний отправит человека, который будет останавливать тебя рукой. Да, он нарушает правила, нарушает права твои и так далее, но он будет это делать, потому что ты в первую очередь не принял милость Всевышнего, где к тебе подошли с добром. И опять-таки же возвращаясь уже к тому, кто тоже наставляет, он не должен заходить за рамки шариата. То есть одно дело, когда мы наставляем и делаем замечания мягко, красиво. Если человек не принимает, все, это ваше дело. Я дальше не смею ничего вам говорить. Я главное вам напомню. То есть всегда улыбка и добрый взгляд, и самое важное, это искреннее намерение. Не упрекнуть, а наставить человека на истинный путь. Это самое главное. А нам, кому делают замечания, тоже искреннее намерение принять. И если вдруг тот человек зашел за рамки, делая наставления, у вас есть как раз-таки возможность пообщаться и обменяться друг с другом наставлениями. Он тебя наставил на то, чтобы ты грех оставил, ты его наставляешь на то, чтобы он правильно делал замечания, рассказав ему о том, что тебе было неприятно из того, что он сказал. И как же будет красиво это общество, которое будет вот так воспринимать и замечания, и делать так замечания. Вот я могу сказать, нет крайности в призыве к благому, есть крайность в остережении от плохого. Почему? Потому что призывать к благому можно абсолютно любого человека в любом месте. И там нет, знаешь, там нет перчинки, которая твой адреналин поднимет. А когда ты делаешь замечания, это же своего рода, ну, как человек, это как будто бы ты вышел на конфликт. Хотя на самом деле ты не выходишь на этот конфликт. Но мы сейчас говорим про тех людей, которые чрезмерны в этом, которые только и ждут, чтобы кто-то совершил плохой поступок, чтобы подойти к нему и сделать ему замечание. Вопрос в другом возникает. Когда ты подходишь и делаешь замечания другому человеку, желая просто сделать замечание, вот ты ждал, пока кто-нибудь какое-то слово скажет или действие сделает, ты остерег его от плохого. Но когда человек делает замечание, если мы говорим про тех людей, которые делают это неискренне, это пусть каждый сам заглядывает в свое сердце, это над этим власть лишь у Всевышнего Аллаха над сердцами нашими, но пусть каждый сам себе ответит на вопрос. Вот ты сделал замечание, тебя человек выслушал, и ты уходишь сразу по своим делам. Ты принес пользу своим замечаниям или же ты принес вред? Как ты это проверишь? А ведь даже желая наставить, Аллах тебя не оставит без помощи, но желая увидеть грехи, чтобы сказать свое слово, ставить свои пять копеек, и при этом не тоже не поинтересовавшись, что с ним дальше случилось, а в твоем сердце, если даже не ёкнуло, а исправился он или нет? Задумался ли над моими словами или нет? Пусть каждый сам себе ответит, для чего он вообще подходил туда? Для того, чтобы ради Аллаха наставить, или же для того, чтобы ублажить свой навс? Сказать самому себе, вот я красавчик, я молодец, я подошел и сделал замечание. Нет необходимости в том, чтобы выискивать грехи друг у друга. Конечно, призывать к благому и остерегать от запретного надо, но не нужно искать для этого поводы. Гораздо лучше, если мы чаще будем обращать внимание на свою душу. Верующему важно соблюдать предписание Всевышнего и стараться быть в этом примером для других. Это будет являться лучшим призывом к благому. В случаях, когда мы стали очевидцами явного греха, то здесь, конечно, должна быть соответствующая реакция, не переходящая рамки дозволенного. Но мы не должны впадать в крайность, стремясь увидеть ошибки у других. Необходимо быть по-настоящему искренними в желании блага для других. Надо иметь верное намерение уберечь своего ближнего от греха, не имея при этом цели самоутвердиться. Хорошей практикой праведных людей было беспокоиться о населении, о народе. Даже если народ порой не понимает, для чего ты так стараешься всем помочь. Поэтому каждому из нас, каждому мусульманину, каждому верующему человеку, да даже, ладно, он если даже не верит, но быть полезным для общества должно быть свято в сердце. Эта мысль, эта идея продвигает народ. И если сегодня мы будем закрывать глаза на порицаемые и не будем останавливать порицаемые хотя бы словами, красивыми призывами, то завтра будет поздно уже говорить о том, что вот это все из-за того началось. Какой смысл уже ворошить прошлое, если тем молчанием мы испортили настоящее, а в дальнейшем и будущее. И второе, мы не должны забывать о том, что сначала идет «Амру бильмааруф», чтобы мы повелевали, к благому призывали людей. То есть сначала мы призываем к благому, когда видим, что не получается. Давайте использовать второй метод – остерегать от плохого. Далее у нас обзор новостей, связанных с духовным просвещением республики. 28 августа был день памяти шейха-тариката Саида Афанди. Он один из тех, кто спас Дагестан от религиозного невежества. Он был духовным наставником сотен тысяч верующих. Вся его жизнь была посвящена служению Всевышнему и распространению истинных знаний об исламе среди людей. Его деятельность позволила сохранить неискаженным вероучение мусульман, дошедшее до нас от праведных предков, а им от пророка. Книги достопочнимого шейха до сих пор актуальны и приносят пользу всем, кто ищет ответы на самые важные вопросы в жизни. Вот имам Азалия пишет, что человеку необходимо в свое время распределять. Если без распределения оставить, то больше часа времени зарпроводит. У отца так и было. Он распределил 24 часа сутки, распределил, по минутам, можно сказать. И для каждого дела было свое время. Он сам сказал, когда у нас не было мечети рядом с домом, и он не мог ходить в центральную мечеть, далеко было, люди проходили, мы намаз сделали дома, джамаатом. А когда открылся мечеть рядом, он сказал, я все свое изменил, порядок изменил, для того, чтобы подогнать под джамаатом намаз мечеть. Вот так было расписано в сутки. Поэтому, когда люди приходили и уходила одна группа, другая группа готовилась, вот этот промежуток времени он садился за стол и писал. То есть, даже в это время он себе не позволил отдыхать. Саитофанди обучал искреннему поклонению Господу, борьбе с внутренними пороками и методом улучшения нрава. До последнего своего дня он занимался просветительской деятельностью и покинул этот свет, наставляя пришедших к нему гостей. Саитофанди погиб 28 августа 2012 года в результате чудовищного теракта, совершенного у него дома. С момента этого печального события прошло 12 лет, но дагестанцы по сей день не забывают, каким великим человеком был Саитофанди и ценят все, что он сделал для распространения духовных ценностей и процветания нашей республики. Отметим, что ту работу, которую вел достопочный шейх, продолжается и сегодня его подследователями. Он говорил, чтобы мы объединялись, чтобы мы не разделялись. Он говорил, больше всего мне трудно, я страдаю, когда два мурида между собой ссорятся. Поэтому вот это вот я вот сейчас помню, чем он говорил. Мы видим, такие случаи происходят, когда даже мурида между собой иногда ссорятся. Призываю всех прислушаться к наставлению Саитофанди, не разделяться, объединяться вокруг муфтия. Он всегда с самого начала работы муфтиято, я помню, с самых первых дней этого движения я нахожусь, он всегда приветствовал и поддерживал благие начальни муфтиято и призывал быть всегда рядом с ними и оказывать всяческую поддержку в этой работе. Поэтому я и самого себя делаю на Саитофанди и остальным, чтобы мы следовали этому настроению. Если этнический мусульманин жил всю жизнь не по канонам шариата, грешил или совершал действия, которые выводят из религии, будет ли он считаться новообрешенным с того момента, как осознал истину и начал соблюдать каноны ислама? Этнический мусульманин это человек, то есть ребенок, у которого оба родители мусульманин или же один из родителей мусульманин, или же до совершеннолетия у которого родители приняли ислам. То есть человек в момент совершеннолетия его родители уже были в исламе или один из них был в исламе. Этот человек называется этническим мусульманином. Такой человек, даже если в жизни шахаду не прочитает, он считается мусульманином. Однако, если он совершал грехи, то тут уже есть детализация. Эти грехи могут быть, которые выводят человека из ислама и могут быть, которые не выводят человека из ислама. К примеру, если человек После совершеннолетия, вот такой этнический мусульманин, после совершеннолетия говорил, намаз не нужно совершать, пост не нужно держать, отрицал, то есть обязанность он отрицал. Или же говорил, Аллах не существует, или же говорил, отрицал какие-то атрибуты Аллаха. Допустим, говорил, Аллах все не знает, или говорил, этот мир тоже не имеет начала, этот мир всегда был, нас никто не создавал. Если он такое говорил, то он впадает в неверие, и чтобы обратно считаться мусульманином, он должен произносить шахадат. Кратце говоря, грехи, какие бы они ни были, пока они не доходят до тех, которые выводят человека из ислама, если их он совершал, он все равно считается мусульманином, и он на вопрошен, не считается, ему заново шахадат читать необязательно. Но если он совершал те грехи, которые выводят его из ислама, то он уже должен произносить шахадат, чтобы стать обратно мусульманином. А если же он не совершал обязательства, не отрицая их обязательства, допустим, не совершал намаз, просто из-за лени, тот же он не выходит из ислама. А если он не совершал их, отрицая их обязательства, тогда он выходит из ислама, и чтобы принять ислам, ему необходимо произносить шахадат. Пусть Аллах нас защитит от грехов, от малых, от больших, от тех, которые выводят ислам, и от тех, которые не выводят ислама. На этом наша передача подошла к концу. Храните мир своей душе, и тогда мир вокруг вас станет еще лучше.